Докторская колбаса Почему дети депутатов ходят на выборы? Ведь родители не выбирают. Почему 36,6 это норма, а 15 уже маленький? Почему мы празднуем старый Новый год, но не празднуем день рождения смерти или день защиты нападения детей? Эти и другие вопросы в моей голове. Ну а мы приехали сюда, в Светлогорск, для того, чтобы снять первый выпуск в 2022 году. Поэтому не будем терять времени, сразу поехали! Ребята, привет! Можно на секундочку? А ты остановился, смотри, ты сомневаешься, видишь? А вы же друзья были, да? До этого момента? Представляете, как они бросили? Чего вы бросили его? Как Новый год отпраздновал? Ну собрались с семьями. Ну давай так, до 12 часов с семьей, а дальше куда пошел? Домой. С семьей, потом домой пошел. Ну я с чужой семьей, правда. Ну я же здесь не местный. А, куда приехал? Не будем говорить. Не будем. Давай придумаем. Давай ты приехала из Франции. Да, из Франции. Классный город. Франция, нравится тебе? Вообще вот супер. Да? Мой любимый город. Здрасте. Давайте фотографируемся с вами. Да. Вы заместитель отдела Кайфа, правильно? Да, я заместитель, а это мои заместители. Нормально. Кто? Да, да, давайте. Давайте с нами. Да, давайте, давайте с нами. Небольшой конкурс. Угадайте, кто из них самый главный заместитель. Ну что, по шапке. Как вы встретили Новый год? На работе! Работа, это круто! Что вы колете? Вы же должны уставшие быть. У вас должны быть эти мешки под ногами. Мы курим! А, вот, грим. Не видно же. Я просто очень люблю грим. Да? А что вы вообще думали, какую-то работу найти там что-нибудь можете? Так это наша работа! Это призвание, это не работа. Это отдых, нельзя, ты говоришь, администрация посмотреть. Это отдых, это наша жизнь. Мы серьезные люди. Мы любим быть аниматорами на улице. Какой-нибудь самый курьезный случай. Вот к вам подходит много людей. К нам подходит, да, к нам. Все думают, что мы фотографируемся за большие деньги, боятся. Это первое. Второе. Вчера подходит семья, и внуки хотят фотографироваться, а бабушка говорит, не надо, у тебя нет гарантии, что они не заразные. Вот. Не было такого прям, что кто-то, может быть, пытался там, не знаю. Снасиловать? Например. Его, смотрите, он, вы какие-то щечки у него. Так, мне, походу, нужно идти смывать грим. Я правильно понимаю, что когда сильный ветер, вы не всегда добираетесь домой быстро? Вот из-за кокошника. Я долетаю до дома. У вас же есть какой-то номер. Вы что-то же делаете вы? Давайте. Зак. Да. Но мне удался. Любви, тепла, добра, Светлогорск, 22. Дедушка Мороз, Снегурочка. Мы же не будем ваши имена реально называть. Пусть верят в Дед Мороз и Снегурочка. Так мы и есть Снегурочка и Дед Мороз. А, я дурак, блин. Я подумал, что вы там грим переоделись. Нет, ну, извините. Нет, конечно. Мы целый год готовились, шили костюмы. Внучка у меня расшила шубу. Снег пришивала, пришивала. Просто я просто не видел. Саша, я не шучу. Какой Саша, Дед Мороз. Какой Саша. Где Саша увидел? Очень много писем вы получаете. Очень много. Самое необычное письмо в ваш адрес. Самое необычное письмо. Типа явитесь в МВД. Нет, прислала девочка 5 лет и сказала, чтобы мама была у меня самая счастливая. Где живет, дайте к адрес. Нет, 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 зачем же. Я только исполняю желание. А что вы сделали для того, чтобы мама стала счастливой? Я подарил маме красивое вечернее платье и пригласил ее в ресторан. А, я думал, вы про своего ребенка просто говорите. Нет, 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 что вы. Нам в рестораны ходить нельзя. Да, нельзя. Потому что QR-кода нет, правильно? Новый год мы встречаем в работе. Вот был случай такой. Давайте. Приходим в дом. Так. Снегурочка прошла в окошко, а за ней окно закрыли. А я с мешком и не могу залезть. Это обратно? Нет, в дом. Обносили хату? В дом. В дом. Нет, нет, нет. Дед Мороз и Снегурочка привиты? А как же, обязательно. А как? Вы же не болеете. Вы же и так сказочный персонаж. Ну, это такая очень страшная, опасная зараза. Даже зверюшек мы всех прививаем сами. Давайте напоследок. Все, мы вас не мучаем. Там очередь километровая. На самом деле нет, но мы не будем снимать. Можно. Давайте. Учелкните. Конечно. Давайте. Улыбаюсь, разве не видно? Все. Спасибо. Спасибо. Вы верите, Деда Мороза? Конечно, до сих пор. Вы верующий человек, получается? Всех приглашаю сфотографироваться на площадь к елочке. До какого числа вы здесь будете? Мы будем здесь до седьмого числа. Ого. А потом нам уже пора в лес. Здоровья, счастья, тепла, добра. Светлогорск, 22. Они все заканчивают этой фразой. Это что-то, это какой-то код какой-то. Как встретили Новый год? Замечательно. Я как приезжий к культуре здесь. У меня только одни эмоции. К тому приехали, давайте сразу разбираться. Город Москва. Я здесь пребываю уже в третий раз. В городе Светлогорске очень много красивых достопримечательностей. Топ-3 достопримечательностей Светлогорска? Культура. Люди. Какие люди здесь? А девушки неописуемые. Девушки неописуемые, очень красивые. За три приезда сколько девушек у вас здесь было место? Нет, у меня, к сожалению, здесь супруга. У меня, к сожалению, здесь супруга. К сожалению, да? Да, только могу так вот наблюдать. Как в музее, экспонаты есть, а трогать нельзя? Да. Как вот вы провели новогоднюю ночь? Мы пребывали с супругой на побережье моря, наслаждались шумом прибоя. А, то есть жилье решили не снимать. Девушку нельзя, вот снеговика потрогаем чуть-чуть. Потрогаем снеговика. Конечно, даже несмотря на то, что здесь нет снега, я вот удивляюсь тому, что люди здесь стараются как бы соблюдать. Ну, то, что все-таки Новый год, он очень из-за бытники. Давайте вот за морковку потрогаем. А с какой целью? По светлогорской традиции загадать желание. То есть взяться и занос. И загадать желание, но только не говорите его вслух. Мы просто видим, все улыбаются, и нам как-то хочется разбавить наш выпуск, чтобы были немножко серьезные люди. Почему вы... Мы очень серьезные. Все, мы начали улыбаться уже. Ладно, извините. Какие планы на 22-й год? Ответ не выгореть. Подходят? Не выгореть? Не выгореть, да. А что вы занимаетесь? Так что с творчеством связано? Ну, я рисую немного. Я математикой занимаюсь. О, боже. Здравствуйте. Только я их вижу, пожалуйста, расскажите. А мы тоже видим. А вы видели сильно на Новый год? Я не знаю, они все время меня преследуют. Зачем они так подходят и прям влезают в кадр? Ну, они хотя бы красивые. Не то, что они? Ну, нет. Нет, я не про вас. Просто там идет Дед Мороз, вот Деда Мороза я боюсь. Ну, смотрите, мы снимаем как бы отчасти еще как бы для Светлогорска полурекламный ролик. Такой, что тебе приходите, у нас весело, Дед Мороз ходит по улицам. Поэтому давайте перезапишем и скажете, классно, вообще обожаем. Как относится к тому, что Дед Мороз, Снегурочка, вот разные персонажи подходят к вам, фотографируются? Положительно. Да? Вообще, вы же прям не боитесь, радуетесь. Да, он счастливый, каждый раз вижу счастливый. Летом тут ходила парочка, они были полностью в белых костюмах. Очень красивые ребята, вот это было, правда, красивое. Это глава города был и его жена. Они же красивые были. Реально? Да нет, это для рекламы. Надо закончить тогда по-блогерски как-то. Я скажу, подписывайтесь, вы скажете, жмите колокольчик, а вы скажете, ссылка в описании. Хорошо. Все. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Ссылка в описании. Храни вас Господь, спасибо большое. Ну, наконец-то мы нашли человека, который в домашнем сегодня. Да, конечно. А если будет очень жарко, я могу даже расстегнуть к нам зол, чтобы к Новому году пошли новый жилет. Вообще, классно было бы, если все ходили бы так вот по городу. Ну, если бы да, мы так же, как на Октоберфест продавали пиво анашированными бюстами, было бы, наверное, красиво. Кстати, нам сказали, что вы смотритель. Я смотритель озера. Вы знаете, вот у меня товарищ, который пригнал сюда трехглавого Змей Горыныча, это был реальный Змей Горыныч, он спустился в палату и говорит, что какой-то смотрящий из Светлогорска приведет. Да, да, смотрящий, я говорю, смотрящий. Наша задача в том, что мы должны за наше короткое интервью заинтересовать людей, чтобы они приезжали и слушали ваши экскурсии. Самое-самое ценное в этих экскурсиях, что они совершенно бесплатны для тех, кто туда приходит на экскурсию. Приходите в 14.30, до пятницы я совершенно свободен здесь ваш. Самый какой-то необычный факт про это озеро, чтобы все такие, типа, надо прийти послушать всю экскурсию. Ой, самый необычный факт. А я еще так показательно, еще так отыграю, типа, ничего себе вот так вот. Ну, самый необычный факт про это озеро. О! Ничего себе! Такой факт! Ничего себе! Обязательно приходите. О! Целый портфель фотографий, которые я вам сейчас показывать не стану. Из личного архива? Нет, не из личного. Я тогда еще не жил. Вы в любом случае не пропадете? Вы всегда можете быть Дедом Морозом. Отличная борода. Нет, нет, нет. Да нет, мне скорее вот подошел бы костюм Санта-Клауса. Но у меня есть другой персонаж, Санта-Андреас. Там совсем иной костюм. Нестандартный. Да я вообще нестандартный человек. Пол меняли когда-нибудь? Да, в квартире. Нас смотрит молодежь. Давайте в конце что-нибудь надо синхронную только сделать. Так вот на машине, типа, вот так выедем. А машину правую, или влево? Все, еще разок. Нет, нет, я не тиктокер. Все, поняли. Вы так, больше зумер. Я не тиктокер, я не токарь, я Санта-Андреас. Здравствуйте, а можно с вами потанцевать немножко, если вы не против? Как вас зовут? Меня Надя. Почему никто не танцует, а вы танцуете? Да я обожаю музыку. Я только слышу, у меня ноги вообще ходят. Нет, вы приехали, наверное, с какого-то музыкального города. Нет, я из Калининграда. Уже музыки нет. Нет, а мы будем все равно танцевать. Мы танцуем даже без музыки. Нас это не останавливает. Да, запросто. Как вы встретили Новый год? Отлично, отлично. Со своими друзьями. Мы зажигали вообще по-черному. Орали, свистели. Мы безобразничали никогда, если честно. Все было так. Но все еще впереди. Вы еще успеете набезобразничать обязательно. Да. Вы такие интересные. Да, вы такие. А вы вообще такая классная. Дорогие люди, думайте о хорошем. Творите добро в следующем году во всей своей жизни. И все будет вот так, вот так, вот так. Все, спасибо большое. Спасибо. Не, не устали, вы что? Все нормально. Все, вот так вот и танцуйте, ребята. Новый год. Вот таким вот был выпуск. Первый выпуск, кстати, в 22-м году, ребята. Ну, пошел дождь, понимаете? Но это не отменяет того, что в Светлогорске жизнь кипит. Очень много разных интерактивных площадок. Поставляем даже ссылку в описании. Можете перейти, посмотреть полную программу. Подписывайтесь на наш канал. Выпусков будет очень много. Жмите на колокольчик. Ссылка в описании. Все, я уже, все, я уже замерз. Я уже, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok